Мудрые слова японского ученого Кацудзе Ниши, про здоровье, на канале, большая мудрость. Жить осознанно, главнейшее правило здорового человека. Жалость к себе приводит нас в депрессивное состояние, от которого недалеко и до серьезного расстройства здоровья. Помните! Полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное – вредно. Если питаться более дорогими и качественными продуктами, то это обойдется дешевле, потому что для насыщения, хороших продуктов требуется меньше, и организму после еды надо выводить меньше шлаков. Мозгу необходимо большое количество кислорода. Такие продукты, как картофель, петрушка, мята, хрен, редис, лук, помидоры, способствуют насыщению мозга кислородом. Негативные мысли очень часто приводят к появлению камней в почках. У нас говорят, камень на душе, камень в почке. Горький чай – сладкая жизнь. Сладкий чай – горькая жизнь. Давно известно, что люди, имеющие какое-либо увлечение или любимое занятие, реже болеют и дольше живут. Организм можно сравнить с рекой, на берегу которой стоит много домов. Один нерадивый хозяин выльет помои в реку, она растворит их в себе и потечет дальше, чистая и прекрасная. А если все жители деревни выльют помои в реку, она станет грязной и зловонной, и чтобы ее очистить, потребуется много свежей воды. Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье, не возникают ниоткуда и не появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делал и о чем он думал в прошлом. Из этого складывается наше настоящее. Только душевно здоровый человек, здоров и физически. Не подкармливайте стресс и негативные ситуации, собственной жизненной энергией. Ошибка многих людей в том, что они ждут, что кто-то другой придет и вылечит их. Такое ожидание оказывается бесплодным, и болезнь действительно становится неизлечимой. Не надо ждать, что придет другой, что он принесет вам нужную таблетку, или проделает нужную медицинскую процедуру, и все пройдет само. Это иллюзия, самообман. Не ждите никого, действуйте сами. Начните с правильного питания. Организм отблагодарит вас за заботу о нем. Есть следует только при появлении аппетита, который, по выражению одного французского ученого, есть голос свободного желудочного сока, говорящего, что он готов для переваривания. Необходимо верить в то, что вам непременно станет лучше, что вы выздоровеете, что сила вашего духа сможет противостоять всем невзгодам. Где вера, там, как правило, истина. Там здоровье. Там истинные силы и бессмертие духа. Там счастье в единстве с прекрасной, величественной и всемогущей природой. Живите в соответствии с законами природы и станете всемогущими и прекрасными, как она сама. Здоровы вы или нет, результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы в будущем, зависит от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящем. Пока мы живы, не может быть уныния. Ибо жизнь всегда прекрасна. Многие думают, что хорошо относиться к себе, значит потакать всем своим привычкам. Мало двигаться, много есть, ругаться без меры и принимать спиртное. Нет, такое потакание, не любовь, это не только не любовь, это настоящая ненависть к себе и своей истинной природе. Здоровый и крепкий позвоночник обеспечит ваше здоровье на долгие годы, поэтому именно ему стоит уделить особое внимание. Многие не могут привести в порядок даже собственные мысли, и как же можно говорить о здоровье? Не существует отдельных болезней, болен всегда организм в целом. Причина многих болезней в том, что человек мало бывает на солнце. Наш организм всегда реагирует на то, что мы думаем и чувствуем. У счастливого и уверенного в себе человека даже осанка совсем другая, чем у человека угнетенного и вечно уставшего. Неправильное питание, неправильное дыхание, недостаток движения, энергетический дисбаланс, душевная дисгармония – вот основные нарушения законов природы, допускаемые человеком. Болезнь – лишь следствие этих нарушений, не боли. Надо идти в самую гущу жизни, сотрудничать с нею, пропитываться ею и постигать ее во всей полноте, только тогда вы будете здоровы. Мужчины должны помнить, что их слабое место – это желудок. И поэтому необходимо уделять большое внимание правильному питанию. Когда у меня появлялся беспорядок в шкафу, в делах тоже появлялись проблемы. Меня заинтересовала эта странная связь, но все оказалось просто. Когда человек устает или становится небрежным, он перестает должным образом следить за порядком в шкафу или комнате. Естественно, что его состояние сказывается и на состоянии его дел. Хороший способ повышения защитных сил организма – это заварить какао обычным для вас способом, можно с молоком и сахаром, можно без молока. Добавить в какао щепотку натурального ванильного сахара или натуральной ванили. Перед сном очень полезно послушать успокаивающую музыку, звуки леса или шум моря. Никогда не разрешайте касаться головы вашего ребенка. Через голову можно установить энергетический канал, по которому от ребенка к сознательному вампиру будет уходить жизненная энергия. В результате появятся беспричинные капризы, непослушание, взаимонепонимание, странные болезни, вплоть до инвалидности. Может замедлиться общее развитие ребенка, а судьба ухудшится. Со всем своим гигантским образованием, с огромной суммой накопленных знаний, человек так и не разобрался в самом себе. И при недомогании принимает таблетку, чтобы заглушить боль, вместо того, чтобы разобраться в глубинных причинах этого дискомфорта. По сути, человек ведет себя так, как будто у его болезни вообще нет никаких причин, или он не хочет ничего знать об этих причинах. Легкий и непринужденный бег на месте, прекрасное средство заставить свой организм вибрировать, а значит, как следует простимулировать кровообращение и заставить капилляры работать. Все болезни возникают из-за недостатка или застоя энергии в организме и проходят при восстановлении ее нормального тока. Человек ищет спасение в чем угодно и в ком угодно, но только не в себе самом. Не понимая того, что никто не сможет справиться с болезнями лучше, чем целительные силы, заложенные в его собственном организме. Любая болезнь начинается с загрязнения организма накопившимися в нем токсинами, иначе говоря, ядами. Причину болезни нужно искать в неправильном образе жизни, негативных мыслях или в отрыве от природы. Люди питаются некачественной пищей, пьют плохую воду и вдыхают грязный воздух. Что вы еще хотите? Спасибо за просмотр! Будьте здоровы!